МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» анализ событий и происшествий рязанской жизни, которые произошли сегодня и накануне. Коротко о главном на сегодня. Авария с маршруткой. Насколько закономерны в России дорожные происшествия с этим видом транспорта? Мусорная окраина. Жители Канищева сражаются с грудами отбросов, наступающими на жилые дома. Сколь веревочки не виться, рязанские полицейские взяли банду разбойников. А теперь обо всем подробнее. Как известно, патриарх московский всеяруси Кирилл выступил с обращением к православным верующим с призывом остановить кровопролитие в Украине. Предстоятель назвал происходящее междоусобной бранью, в которой не может быть победителей. Добавил, что никакие политические завоевания не могут быть дороже жизни людей. Также предстоятель богословил текст особой молитвы о мире. Некоторое время назад святейший патриарх московской всеяруси Кирилл обратился ко всей полноте русской православной церкви с просьбой молитв об ситуации на Украине. И эту инициативу, его предложения восприняли все епархии русской церкви, в том числе и рязанская епархия, в которой с сегодняшнего дня на божественной литургии каждый день будут вставляться особые молитвы о мире на Украине. И тем самым вся полнота церкви, русской церкви, а это не только территория Российской Федерации, это Белоруссия, это Украина, это даже Япония, это Эстония, Молдавия и так далее, вся полнота русской православной церкви, каждый христианин будет молиться о том, чтобы закончилась наконец эта братоубийственная война. И еще про обращение патриарха. Председатель обращает внимание православных и всех людей на то, что результаты конфликта на юго-востоке Украины ужасают. Уже не сотни, как это было зимой в Киеве, а многие-многие сотни погибших, тысячи раненых и оставшихся без крова. Лишь дьявол подчеркнул, патриарх может праздновать победу, когда в сече сталкиваются братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа. Сегодня у нас в программе некоторые подробности вчерашней аварии на Восковольтной, где легковая машина столкнулась с маршрутным микроавтобусом. Нашим авторам удалось прибыть к месту происшествия сразу после столкновения, однако комментарии от дорожных полицейских последовали только сегодня, рассказывает Оксана Тебенихина. На улице Восковольтной произошла авария с участием маршрутного такси, в которой пострадало четверо пассажиров микроавтобуса. С различными травмами они были доставлены в ОКБ. А ситуация разворачивалась следующим образом. Водитель автомобиля «Мерседес Вита», двигаясь со стороны улицы Островского, решил развернуться. Пропустив встречный транспорт, мужчина рассчитывал, что успеет проскочить перед маршруткой, но не успел. Он меня заметил. Вот посмотрите. Вот разрыв, и вот где он меня заметил. И он нет, чтобы эта полоса была свободна, а мне, чтобы он на эту полосу убить, он меня бьет лобовую. Вот и все. Что у него скорость была такая большая? Что? У него скорость была такая большая? Ну вы посмотрите, травмозной путь какой. Он что, где-то, может, 60-70 точно шел. Он меня видел. Он мог спокойно, вот эта полота была не занята. Он мог спокойно на эту полосу уйти. Нет, он мне стукнул, и все. Водитель «Мерседеса» в машине был один. Он не пострадал, но был в крайнем негодовании от случившегося. Водитель начал осуществлять разворот, не убедившись в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Форта», двигавшись именно на встречу. В свете последних событий губернатор Олег Ковалев дал поручение проверить водителей общественного транспорта на предмет соблюдения правил дорожного движения. Также глава региона обратился к руководству областного ГИБДД с просьбой усилить контроль за соблюдением безопасного движения на дорогах. Вопросы с маршрутками повсеместно возникают по всей Руси. Великий транспорт этот победил везде, потому что в основе этого бизнеса лежит высокий оборот налички. Соответственно, это золотое дно для отмывки теневых капиталов. Да и то, если разобраться, то схемы бизнеса в маршрутках самые непритязательные, максимально непрозрачные. Владельцы автобусов выбивают себе маршруты и ставят на них машины. Водитель, перевозя нас, пассажиров, отдает часть выручки хозяевам, на остальной живет сам, кормит семью. Владельцы выплачивают мзду за открытие маршрутов, за предупреждение о проверках и так далее. Точное число перевезенных пассажиров учету не поддается. Сколько автобусов работает на маршрутах, подсчитать чрезвычайно сложно. Водители работают сутками, машины чинят сами, стоят маршрутки во дворах. Работают на них зачастую люди, толком не умеющие водить, немало. Отсидевших, уволенных с автопредприятий, нелегалов. Ну и еще, почти во всех городах владельцы маршрутных фирм имеют сильное лобби, а то и представительство в органах местной власти. Еще бы, такой механизм для отмывания денег. Его и не поддержать для чиновников деляг все равно, что собственный карман наизнанку вытряхнуть при всем честном народе. А потому маршрутки есть и будут во всех странах третьего мира, в том числе и у нас. Такая вот загогулина получается. Ну а теперь к другим темам. Сегодня стало известно, что пропавшая на днях 20-летняя резанка Слада Колотвина найдена мертвой. И не исключено, что в дальнейшем речь пойдет о ее убийстве. Вот что удалось узнать в этой связи Оксане Тебенихиной. Вечером 9 июня вышла из дома и не вернулась 20-летняя Слада Колотвина. Поиском девушки занималась специальная спасательная служба, полиция и поисковый отряд Лиза Алерт. К сожалению, девушка погибла. Есть все основания предполагать, что она была убита. Тело Слады было найдено вчера, а сейчас идет проверка обстоятельств ее гибели. 18 июня в районе улицы Мервинская, города Рязани, было обнаружено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти, а именно ножевыми ранениями в области груди. По горячим следам была установлена личность погибшей. Ею оказалась находящаяся в розыске с 9 июня этого года 20-летняя жительница Сараевского района, которая последнее время проживала в Рязани. По факту безвестного исчезновения девушки, ранее Московским межрайонным следственным отделом города Рязань было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, то есть убийства. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям в день обнаружения тела погибшей удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний рязанец, который уже дал признательные показания. Народный репортаж привез сегодня Глеб Галушкин с самой что ни на есть рязанской окраины из деревни Конищева. Живут там люди, как и на всяком отшибе, чуток по-другому, чем обитатели центра. Да и нравы здесь самые простые. Как раз те, за которые нас за границей считают, мягко говоря, неаккуратной нацией. В мусоре живут. Вот что. Пришлось даже народный сход собирать, чтобы проблемы загрязнения всем миром решать. Но, понятно, без начальства с блокнотом и обещаниями помочь дело не обошлось. Жители села Конищева, чьи дома расположены по улице Чапаева и находятся рядом с местным оврагом, уже устали от большой и незаконной свалки мусора, который другие соседи свозят им прямо под окна. На собрание возле свалки пришли и чиновники из Управления по работе с населением. Основная просьба жителей села Конищева – решить проблему с вывозом бытового мусора. Стоишь, говоришь, не сыпьте, не бросайте, везите. Нет, все равно. Ну что с ней, драться или взять ее в это самое? Ну что, прикладывайте голову наказать. Вы на тележке возите, а тут и на машинах возят. Развели крысню. Крысы, вот идешь, и крысы бегут. Это вот сейчас присыпали. Это страшно даже проходить вот тут мимо. А ванища какая-то. И ванища. У нас, к сожалению, полно. Ванища. От этой прет, и тут все прет. Неответственные жители уже привыкли настолько сваливать сюда мусор, что мы вот своими силами взяли какую-то инициативную группу, взяли инициативу, в первую очередь, на себя. Вот. Договорились с подрядными организациями, то есть они нам все это разрыхлили, начали вывозить сюда грунт, то есть чтобы этот мусор засыпать. Ну, опять же, эти неактивные граждане, то есть начали палки в поле заставлять. Поскольку сами мы справиться не можем, решили обратиться к властям нашего города, к администрации города Рязани. С вопросом о закрытии этой свалки, о том, чтобы навести здесь порядок, здесь сделать действительно нормальную человеческую зону, чтобы дети у нас бегали, радовались. То есть чтобы не было вот этой антисанитарии, ни крысы, ничего, ничего. Неподалеку от оврага одна из строительных компаний Рязани возводит многоэтажку. По согласованию с местным народом строители недавно привезли несколько грузовиков с грунтом, высыпали в овраг и грейдером разровняли площадку. Однако некоторые из жителей улицы Чапаева воспротивились проезду большегрузов и, по словам пришедших на собрание людей, каким-то образом смогли заставить строителей перестать вывозить сюда землю. Мы договорились с недалеко строящимся домом строительной компании «Единство» о приемке грунта, о вывозе грунта из котлована и засыпке данной кучи мусора. Но есть, к сожалению, люди, которые считают, что проезжающие большегрузные автомобили создают проблемы шума, пыли и так далее, и вывоз мусора был прекращен по причине противоречия с отдельными гражданами. Большинство жителей выступали за того, чтобы завалить этот мусор, а вот некоторые противоречат этому. И работа по приемке грунта была прекращена, причем вы видите, что она не закончена фактически, то есть часть мусора так и осталась не засыпана. Попробуем постараться те последствия, которые уже есть, немножко так нивелировать. Попробуем, может быть, договориться с тем, чтобы тот мусор, который сейчас уже складирован здесь на краю Брага, был засыпан хронтом. И в дальнейшем попробуем как-то, наверное, совместными усилиями с жителями провести благоустройство этого района. По итогам встречи с городскими чиновниками жители надеются, что их просьбы будут услышаны. Хотя пока территория рядом с оврагом охраняется от попыток по-прежнему валить сюда мусор, лишь объявлениями, да бдительными сельчанами. Рязанские полицейские накрыли банду, промышлявшую всеми видами криминального заработка, разбоем, грабежами, кражами и так далее. Велась преступная веревочка недолго, но дел наделось на летчики сумели немало. Рязанские полицейские задержали троих рецидивистов, которые орудовали на территории нашего региона. Двое ранее судимых жителей Московской области и их рязанский товарищ промышляли разбойными нападениями, грабежами, небрезговали и квартирными кражами. Деньги, ювелирные украшения, бытовая техника, дорогие телефоны, даже охотничье ружье стали добычей преступников. В настоящее время часть похищенного имущества изъята, а на злоумышленников заведено сразу несколько уголовных дел. Данная группа на территории города Рязани совершила серию разбойных нападений, хищения оружия из частного домовладения, а также совершила серию краж на территории Рязанской области. Данная группа задержана, в настоящее время проводится в отношении них оперативно-растные мероприятия. Теперь, судя по всему, ждет разбойничков та самая, воспетая в уголовном фольклоре дорога дальняя казенный дом. А вот каково живется за счет государства в местах отдаленных, лучше на практике никому не знать. Но вот ответственные за содержание арестантов и отбывающих люди практически ежедневно озабочены вопросом, как обеспечить экономически, а соответственно и все остальные условия пребывания за колючкой, рассказывает Олеся Харлина. Экономисты и главные бухгалтера – это сердце системы ВСИН, впрочем, как и любой другой. Когда идет постоянное сокращение бюджета и не хватает средств, особенно важно вовремя обнаружить минусы и провести работу над ошибками. Как проводится бижутирование, какие новшества, где применяются. С целью максимально грамотно распределить силы и получить результат, с июля этого года стартует любопытный и серьезный проект «Торговый дом». Это будет федеральное государственное унитарное предприятие, главная задача которого, прежде всего, участие в торгах всех уровней. Любая колония, как бюджетная организация, делать этого не может. Никто не даст ей залоговые средства и гарантии банка. Для этого и создается торговый дом. Он будет участвовать в этих торгах, он будет их выигрывать, потому что у нас есть ряд преимуществ, которых нету в других, даже коммерческих больших структурах. Прежде всего, это себестоимость. Да, у нас, может быть, немножко хромает качество работы, потому что, понимаете, что все-таки у нас находятся осужденные, чаще всего, низкой квалификации. Мы, конечно, их обучаем, у нас более чем 321 ПТУ, поэтому где-то учатся, мы даем более чем 200 профессий. И такие услуги обойдутся в разы дешевле, что, несомненно, плюс. Торговый дом возьмет на себя функцию получения заказа и размещения их в колонии. Появится и еще один важный момент. Будем запрещать начальникам колонии общаться с бизнесом и заниматься бизнесом. Это не их дело. Их дело – это содержание осужденных. Маркетинг – слово не из их словаря. К тому же отпадет главная коррупционная составляющая. По крайней мере, так планируется. А вот по поводу социальной обустроенности сотрудников вопрос уже не настолько актуальный. С прошлого года практически вдвое увеличилось денежное довольствие. В прошлом году социальных жилищных сертификатов, так называемых, мы выдали самое большое количество среди всех правоохранительных органов нашей страны. Мы выдали на 7 миллиардов 550 миллионов рублей. Субсидий на жилье – тоже более 500 миллионов рублей. В этом году планируется еще больше за счет внутренней переброски денег. Если коротко, то важно создать все условия, чтобы осужденные приносили пользу себе и обществу, а каждый сотрудник чувствовал себя защищенным и обустроенным. Самая главная задача, которую, наверное, я скажу от одной фразы, чтобы он никогда не пожалел о том, что он выбрал профессию работников СИНа. Программа «Время говорить» подошла к финалу, но мы расстаемся совсем ненадолго. Сразу после нашей в эфире будет программа подробностей. Сегодня ждем в студии руководителя фракции ЛДПР в нашей областной думе Александра Шелина. Он согласился высказать свою позицию по поводу событий на юго-востоке Украины в преддверии памятной каждому жителям нашей страны даты 22 июня, дня начала Великой Отечественной войны. Так что до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова